приветствую друзья во втором уроке посвященном изучению регулярных выражений надеюсь что вы к этому уроку установили у себя приложение регэксер и даже думаю что поиграли с ним кто не установил то в принципе ничего страшного а можете использовать онлайн версию этого приложения на сайте указано в первом уроке а ну и давайте мы с вами немножко пройдемся по тому как устроено это приложение посмотрим что где и зачем а значит вверху в левой части вы видите две вкладки match и replace по умолчанию активно вкладка match значит во вкладке match мы соответственно про попросту ищем некое совпадение в тексте с шаблоном с шаблоном во вкладке replace мы уже можем производить замены согласно шаблону в искомом тексте значит во вкладке match у нас есть текстовое поле куда мы вводим наш шаблон и есть текстовая область куда мы вводим текст с которым работаем а в нижней части вы можете видеть четыре строчки здесь первая строка рик эксп пока что не пустой рик эксп и здесь просто два слыша если мы будем вводить здесь скажем некий шаблон условный то между этими слыша я появляется вот этот вот самый шаблон а вторая строка паттерн то есть шаблон собственно шаблон без вот этих вот слышать о том что это за слышим и сегодня поговорим далее ниже флэкс так называемые флаги либо модификаторы шаблона опять же о том что такое модификаторы сегодня мы с вами пообщаемся и последняя строчка 0 caption groups то есть захваченный групп сохраненный групп шаблоны позволяют запоминать некий текст некие участки и потом можно с ними работать так ну и вот здесь вот под строкой шаблона мы можем видеть чекбоксы это не что иное как те самые флаги либо модификаторы пример если мы поставим здесь global отметим добавляется модификатор вот флаг g и вот он ставится здесь после слэша последнего так с откладкой match понятно думаю проблем нет replace опять таки первое текстовое поле вводится сам шаблон во второе текстовое поле вводится строка замены то есть на что мы будем заменять что-то в искомом тексте в первой текстовой области вводится я с которым мы работаем и во второй текстовой области будет выводиться текст уже обработаны готовы опять таки здесь есть модификаторы шаблона которые можно использовать и в правой части можно видеть и вкладки samples my saved и комьюнити значит samples это своеобразный справочник здесь можно видеть разделы там можно почитать описание есть примеры к некоторым из них можно выбрать конкретную категорию можно по умолчанию здесь представлены все разделы май сейвит в онлайн версии можно сохранять на сервере запомнили шаблоны получать на них ссылку и соответственно затем используйте на сайтах на форумах и так далее ну и комьюнити здесь представлены примеры составленных готовых регулярных выражений а в принципе ничего сложного не думаю что у вас возникли какие-то вопросы либо проблемы по данному приложению далее я говорил на первом уроке что фактически все шаблоны будем тестировать составлять именно в данном приложении она все же нам потребуется еще собственный небольшой скрипт написанный на печке я уже написал в дополнительных материалах вы его найдете значит здесь есть переменная стринг который будет содержаться искомый текст искомая строка в которой мы работаем переменная паттерн в которой мы будем писать наш шаблон и небольшое условие условие используется функция прегмэч одна из функций семейства прег который мы будем детально рассматривать уже ближе к концу нашего курса значит данная функция попросту ищет совпадение в строке согласно шаблона а если таковое будет найдено будет возвращена истина и мы выведем соответствующее сообщение иначе если совпадение найдено то будем выводить другое сообщение в принципе ничего сложного нет и в некоторых уроках мы будем использовать подобный скрипт ну собственно можем наверное приступать к постепенному освоению шаблонов написанию первых шаблонов значит первые наши шаблоны будут очень очень простыми постепенно все более и более усложняясь еще первом уроке он говорил что в принципе шаблоны можно использовать для поиска какого-то символа либо слова в тексте она на самом деле я отмечал опять-таки на первом уроке что вот такой вот использование шаблонов для поиска обычного текста сродни стрельбе из пушки по воробьям то есть результат будет достигнут но не совсем эффективными средствами цель в данном случае не оправдывать средства почему потому что для поиска обычного текста а в пичке к примеру есть строковые функции если ошибаюсь тринпоз вполне справляется с этой задачей но тем не менее поскольку у нас самое начало учебный процесс то мы будем использовать шаблоны и для решения простейших задач для которых они собственно не предназначен значит давайте начнем пожалуй с вот этих вот самых слэшей вот мы видим рек эксп и вот здесь вот в строке идут два слэша что это за слэша это так называемые ограничители шаблона сам шаблон сам шаблон должен помещаться в определенные ограничитель то есть мало его поместить в кавычки одинамные либо двойные его нужно помещать еще и в ограничители чаще всего вы можете встретить в качестве ограничителей именно вот такие вот слэши на самом деле можно использовать в качестве ограничителей любые парные символы исключая альфа нумерик и обратный слэш давайте расшифрую то что сказал значит прежде всего что значит парные символы все очень просто это значит что если мы качестве первого ограничителя используем определенный символ то этот же символ должен идти в качестве последнего ограничителя нельзя к примеру использовать в качестве первого ограничителя слэш а в качестве последнего к примеру решетку так недопустимо делать вот это значит парный символ мы видим первый и второй пара дальше что значит нельзя использовать альфа нумерик символы и обратный слэш с обратным слэшами думаю понятно то есть вот такие вот слэши в качестве ограничителей использовать нельзя альфа нумерик символы здесь тоже всего несложно альфа это не что иное как подразумевается обычные литер и буквы а нумерик это я думаю вы догадались это цифры числа то есть нельзя использовать букву на цифровые символы литеры да для в качестве ограничителей ну и давайте попробуем составим какой-нибудь первое самое простое самый простой шаблон к примеру мы имеем какую-то строчку буквочку эй и мы хотим найти в ней в этой строке эту самую букву эй и начала воспользуемся ограничителями в качестве слэшей сохраним обновим и видим что наш скрипт говорит о совпадении буквы эй с шаблоном эй а то есть в строке вот такой вот было найдено совпадение можем в качестве ограничителя использовать примеру символ решетки видим также ничего не изменилось все работает а вот эти вот слэши решетки ну еще к примеру тильды так такие вот тильды чаще всего используются именно именно в качестве ограничителей так тоже видим ничего не изменилось также можно использовать на этом восклицательные знаки вопросительные знаки точки запятые там скобки у примера давайте восклицательный знак поставим здесь и все должно по-прежнему работать видим что все работает а если же мы поставим какую нибудь цифру к примеру пятерку запрещенный символ то получим ожидаемую ошибку о том что ограничитель не может быть альфа нумериком либо бэкслэшем вот это вот и все ограничения кроме цифр букв и обратного слэша вы можете использовать любой ограничитель что же использовать в качестве ограничителей пока можете использовать что угодно чаще всего я сказал использовать вот такие вот слэши я к примеру чаще всего использую решетки на мой взгляд они чаще оказываются удобнее опять же об этом об удобстве мы с вами поговорим еще не раз пока можете использовать что угодно что вам что посчитаете скажем так красивее ну а в дальнейшем мой вам совет в качестве ограничителей использовать точнее не так используйте ограничителя в зависимости от шаблона иногда действительно удобнее все же использовать слэши но чаще удобно все же использовать решетки либо тильды в общем проценты можно использовать что угодно что ваша душа сейчас пожелает то используйте а в дальнейшем придерживайтесь такого правила в зависимости от шаблона можно использовать тот или иной ограничитель с ограничителями думаю понятно теперь приступим к такому понятию как литералы и метасимволы значит вот здесь вот мы в строке состоящей всего пока что из одной буквы ищем согласно шаблону эту самую букву то есть мы ввели в нашем шаблоне одну букву вот эта вот буква есть не что иное как литерал что такое литерал литералы это символы которые обозначают сами себя в принципе нам наверное этот скрипт уже больше не потребуется я его составлял для этого урока только для показа ограничителей поскольку в данном приложении этого показать было нельзя ну и вот здесь вот к примеру мы в шаблоне вводим литеру а и соответственно вот она здесь найдена вот эта вот литера а есть не что иное как литерал то есть символ обозначающий сам себя это литера а обозначает именно литеру а а не к примеру б там либо цель либо какую-то цифру только литеру а но использование только литералов в качестве шаблона точнее не в качестве а в шаблоне это согласитесь не интересно и вообще чем тогда бы шаблоны отличались от строковых функций ничем да то есть мы вводим литералы которые обозначают сами себя и соответственно ищем согласно им что то в строке на самом деле вся мощь регулярных выражений строится основана именно на использовании другие другой группы символов которые называются мета символами мета символы это символы которые обозначают целый класс каких-то символов целую группу каких-то символов иногда могут обозначать в том числе сами себя но на самом деле вся мощь строится на том что один мета символ может обозначать целую группу символов а ну к примеру вот здесь вот . это не что иное как мета символ если мы прочитаем описание то . совпадает с любым символом за исключением символа переноса строки ну и чтобы в этом убедиться мы можем к примеру здесь вести точку и видим что она совпадает с буквочкой а мы видим b то совпадение также найдено ведем какую-нибудь цифру также подсвечен также все совпадает ведем примеру точку и здесь тоже было найдено совпадение то есть . это мета символ который совпадает с любым символом кроме переноса строки включая сам себя то есть с точкой . также совпадает далее примеру мы ищем у нас есть строка к примеру скажем майный из андрей пока что мы работаем сразу оговорюсь пока что мы работаем только с латинскими символами с кириллицей мы будем работать чуть дальше поскольку кодировки и использование регулярных выражений это отдельная тема и мы ее конечно же рассмотрим так вот мы имеем вот такую вот строчку и к примеру в этой строке мы ищем совпадение с буквочкой м что мы видим мы видим что а первая буква м была пропущена а была найдена вторая буква м только вторая первая была пропущена почему я думаю вы уже догадались мы шаблоне указали м маленькую в нижнем регистрии было найдено в строке именно м маленькая первая м которая была большой в верхнем регистрии она была пропущена отсюда можно сделать вывод что шаблоны по умолчанию чувствительны к регистру то есть регистра зависимый для того чтобы найти большую букву мы могли бы ввести м большую в таком случае было бы найдено только м большая а м маленькая не было бы найдено как быть в этом случае а в этом случае для этого случая существует специальная вот эти флаги вот эти вот флаги либо по-другому как вы помните их называл модификаторы модификаторы шаблона они указываются после второго ограничителя последнего ограничителя и сами модификаторы они означают я думаю слово понятно что они означают а само слово модификатор обозначает что что-то он модифицирует что-то он видоизменяет изменяет да что-то обновляет что-то как это так можно перевести на слово что-то изменяет либо обновляет в данном случае модификатор нам потребуется который бы делал наши наш шаблон наш шаблон делал нечувствительным к регистру таковым модификатором является буквочка аль . а вот мы видим она добавилась после последнего ограничителя и вот здесь вот флаг качестве флага мы видим именно такую букву аль и вот теперь мы видим что м маленькая совпадает с м большим если мы ведем м большое также будет найдено совпадение с м большим но вот теперь найдено только м большое а м маленькая почему-то не найдено дело в том что шаблон шаблон вот этот вот ищет совпадение только один раз то есть найдено одно совпадение и на этом поиск прекращается для того чтобы заставить шаблон продолжать наш поиск после первого совпадения существует другой модификатор модификатор g global мы видим добавился еще один флаг g какой последовательности будет идти флаги абсолютно безразлично то есть можно человеке аль затем джи можно наоборот флагом на самом деле великое множество великое множество но больше чем здесь указано и абсолютно отлично в какой непоследовательности будет идти вот теперь благодаря флагу g который обеспечивает глобальный поиск то есть после первого совпадения найденного поиска не прекращается а наш шаблон совпал с двумя символами в строке а вот этот вот модификатор g он и спички он не используется он используется к примеру в диалог скрипте в печке вот эта функция предмет она ищет также только первое совпадение есть другая функция предмет он которая ищет все совпадения в строке согласно шаблону так идем далее как вы видите мы указали здесь символ м символ м и было найдено два совпадения при этом первое совпадение было найдено в начале строки а второе где-то в средине строки то есть шаблон шаблон абсолютно безразлично именно этому шаблону абсолютно безразлично где он найдется падение он идет символ за символом по строке и ищет совпадение с вот этим вот шаблоном если мы здесь укажем примеру после м укажем буквочку я то будет найдено вот такое вот совпадение то есть вот этот шаблон вы должны себя приучить любой шаблон читать так как вы читаете собственно текст книги слева направо и буквально он обозначает следующее мы ищем литеру м после которой сразу же должна идти литера и мы ищем вот такой вот не причем это ME может быть нашем случае как частью слова так и отдельным словом примеру здесь не можем вести не которая также будет найдено и в таком случае вот это первое м уже найдено не будет почему потому что после него после него идет символ валь но никак не и мы можем здесь в примеру убрать вай можем поставить и но поскольку после м идет пробел то также совпадение на льду на небу и построю поскольку после М не должно идти ни пробела, ни какого-то другого символа, кроме символа И. Вот это вот важно, чтобы вы себя приучили читать регулярные выражения слева направо и вот таком вот ключе, что после М должно идти обязательно И. После И может идти уже что угодно в нашем случае, то есть мы никак, никоим образом не ограничиваем шаблон, то есть может идти что угодно. Собственно, как и перед М, может также идти что угодно, совпадение будет найдено. Ну и давайте потренируемся использовать мета-символ точку. К примеру, мы ищем слово Андрей. Как мы видим, совпадение было найдено. Ну давайте какой-нибудь, вместо Y мы используем W. Как-то Эндрю, да, не знаю, есть такое имя, вроде как есть. Ну, предположим, что есть. Сделаем так, чтобы оно было. И вот теперь совпадение не найдено. Если мы здесь введем еще раз Андрей, то совпадение найдено. К примеру, мы знаем, что в тексте, в тексте, с которым мы работаем, имя Андрей может быть написано и в таком вот виде, и в таком вот виде. И мы должны найти все вот такие вот совпадения. В таком случае, вместо символа Y мы здесь свободно можем ввести точку. Точку, которая, как вы помните, обозначает любой символ, кроме переноса строки. И вот теперь мы нашли два искомых совпадения. При этом точка обозначает только один символ. То есть вот здесь мы можем ввести еще какие-то символы. Они уже не участвуют в совпадении. Было найдено только Эндрю и Андрей. Если нужно найти еще какой-то символ неизвестный, да, то есть мы знаем, что после... Давайте потренируемся, прочитаем вот это вот регулярное выражение. После A должен идти символ N, после которого должен идти символ D, литера D, после которой должна идти литера R, после нее должна идти литера I, и после нее должен идти, может, точнее не может, а должен, именно должен, идти любой символ, кроме переноса строки. Любой символ. Если после этого любого символа должен идти еще один символ, любой, мы не знаем какой, то мы можем поставить также точку. Как вы видите, был найден здесь символ I, а здесь символ W. Так, значит, вот для этого используется точка. Кстати, вот здесь вот обратите внимание, сейчас вот в этом вот случае ничего найдено не было, поскольку у нас после E должен идти один символ и второй символ. У нас после E идет только Y, а второго символа нет. В этом случае совпадение было найдено, поскольку здесь после E первым символом идет W, а вторым символом идет пробел. То есть точка вторая совпала с пробелом. Так, ну и, наверное, пожалуй, можно заканчивать. Давайте еще раз пройдемся, потому что мы с вами в этом уроке выучили. Давайте, наверное, вот здесь вот мы решим для примера классическую задачу. Вот у нас, к примеру, есть слово grey. Это повторить классическая задача в каком плане? Вот это вот слово grey часто пишут в тексте через A, либо через I, либо так, либо так. И нам нужно найти все сочетания данного слова. То есть и через A, и через E. В каком случае мы можем указать GR. После него идет любой символ. И после этого символа идет символ Y. На самом деле в данном случае точку использовать не очень. В общем, это не совсем правильно. Шаблон, но тем не менее в учебных целях мы его используем. Почему не совсем правильным? Потому что вместо A или I точка может совпасть, к примеру, там, с Y еще одной, там, не знаю, с R, там, с любым символом, да, с цифрой какой-то. Вот, ну, для учебных целей такой шаблон нам сойдет, сгодится. Ну, и давайте проверим, работает ли он. Как вы видите, совпадение есть. Если мы сейчас здесь поменяем A на I, то совпадение также у нас осталось. Если мы, к примеру, добавим еще какой-то символ здесь, давайте, A и I, вот так вот, то совпадение уже нет, поскольку нам нужен только один символ, который идет после R и перед Y. А у нас таких символов два, поэтому совпадения нет. Так, ну, и давайте по тому еще раз пройдемся, что мы с вами в этом уроке освоили. Значит, значит, мы с вами поговорили об ограничителях. В качестве ограничителей могут выступать любые парные символы, кроме альфанумериков и бэкслэша. Чаще всего используют слэши, решетки, тильды, проценты. Я вам рекомендую пока что использовать любые символы, а в дальнейшем вы самостоятельно выработаете какой-то стиль, собственный, написание шаблонов, составление шаблонов. И я думаю, сами определитесь с тем, что вам нужно. Я использую, повторюсь еще раз, чаще всего использую решетки, реже использую слэши. А далее мы с вами поговорили о том, о разнице между литералами и мета-символами. Значит, литералы это символы, которые обозначают сами себя. Мета-символы это символы, которые обозначают целую группу символов. Ну, в том числе и могут обозначать и сами себя. Скажем так, мета-символы это некие специальные символы. Некие специальные символы, которые, кстати, могут обозначать не только группу, но и какой-то счет. Могут обозначать символов и так далее. В общем, это довольно широкая тема, мы постепенно с ней будем знакомиться. Далее мы с вами поговорили о модификаторах. В частности, узнали два модификатора. Это модификатор G и модификатор I. G относительно PHP не используется, но тем не менее, вы должны о нем знать. Модификатор I заставляет наш шаблон быть нечувствительным к регисту. Опять-таки, этих модификаторов много. Мы разобрали только два из них, только два из них пока что использовали. Да, мета-символы мы пропустили. Вот точку мы с вами первый мета-символ рассмотрели, который совпадает с любым символом, кроме переноса строки. Кстати, вот я очень много повторяю, кроме переноса строки, что это значит. К примеру, вот здесь у нас Andrew, вот есть совпадение. Так, давайте, наверное... Давайте чуть поменьше слово возьмем. Вот Gray. Gray есть совпадение. Если мы вместо A используем здесь точку, то тоже есть совпадение. Если мы вместо A, то есть точка совпала в данном случае с символом A, и она совпадает с любым символом, кроме переноса строки. Если мы вместо символа A сделаем перенос строки, то у нас совпадения нет. То есть точка не совпадает с переносом строки. Для того, чтобы она совпала с переносом строки, мы можем использовать модификатор S. Вот мы видим флаг S добавился. А здесь уже точка совпала с переносом строки. На самом деле здесь лучше использовать еще звездочку. О ней мы еще поговорим. Пока что на этом заморачиваться не стоит. Вообще это, наверное, лишнее рассказал. Поскольку у нас будет еще целая тема посвящена всему этому делу. Так, уберем все это. Значит, точку мы также рассмотрели. Это символ-точка, которая совпадает с любым символом, кроме переноса строки. Вот, собственно, все, что я вам хотел рассказать в этом уроке. Домашнего задания я особо не даю. Определите пока что для себя сами домашние задания. Поскольку тема довольно простая. Потренируйтесь искать определенный символ в каком-то тексте, определенное слово, последовательность символов. Потренируйтесь делать это с помощью точки, мета-символа точки. Какие-то цифры потренируйтесь только искать. То есть в каком-то тексте найти только все цифры. И так далее. В дополнительных материалах вы найдете вот этот вот небольшой скрипт. Кроме того, сейчас я набросаю, начну составлять справочник, который будет кочевать у нас от урока к уроку. В принципе, таких справочников множество. Но мы с вами составим какой-нибудь слой такой справочник, который будем заносить в сети сведения, узнанные нами на этом уроке, да? Которые мы узнали в этом уроке. В частности, будем заносить туда специальные символы, там, модификаторы и так далее. Сегодня я занесу туда модификаторы, i и мета-символ точка. И в дальнейших уроках мы будем этот справочник расширять. Ну, а на этом у меня все. Жду вас в следующем уроке. Пока.